Это обычный номер в столичном хостеле. Сутки за проживание в такой комнатушке обойдется всего в 3000 тенге. Минимальный набор удобств для туриста. Душ, чистая постель, вай-фай. Два года назад Сатебалды Алдияров вложил деньги в недвижимость и создал мини-гостиницу, реализовав давнюю мечту. Признается, что все это время с особенным трепетом ждал всемирную выставку. Ну, а купить, я думаю, лет 5-6 где-то нужно. Мы два года работаем уже. В этом году вернем очень большую часть, ледяную часть связи с Экспо. Ожидаем очень много гостей. Наплыв уже идет. Сегодня в городе работают 45 хостелов. Цена проживания в них на период выставки не будет превышать 5000 тенге за сутки. По данным столичного Акимата, сетевые отели немного повысят расценки. Ожидается, что не больше, чем на 20%. А вот казахстанские гостиницы как цены держали, так и держат. С ними Акимат Астаны заключил меморандумы о неповышении цен на услуги во время проведения Экспо. У туристов, планирующих посетить Астану, началась пора бронирования и заселения. В настоящее время в Астане функционирует порядка 182 гостиниц. На стадии Экспо планируется открытие дополнительной 11 гостиниц. Гостиничный фонд составляет 13 тысяч койко-мест. В столицу ежедневно прибывают иностранцы, участники делегации. А задача хозяев достойна встретить всех. Ответственно подготовили столичные таксопарки, закупили новые комфортабельные авто, подготовили водителей, таксист. Шардарбек Тойтанов хотел было блеснуть знаниями английского, но перед камерой немного растерялся. А еще знаю, как сказать на английском, сколько стоит проезд. Например, цена поездки с аэропорта до левого берега – 2000 тенге. Цены приемлемые. У нас узнаваемые машины и для нас шили специальную форму. Если возникнет языковой барьер, то у нас есть диспетчеры. Мы можем связать пассажира с ними. Диспетчеры таксопарка говорят на пяти языках и готовы в любое время суток прийти на помощь туристу. Подобных такси в столице будет не меньше трехсот. Оно легкое, вся полностью красивая форма. Кондукторы и водители столичных автобусов тоже готовы встретить гостей при полном параде. Причем новая не только форма, практически не обкатанные автобусы. Так называемые шаттлбассы – экономичные, экологичные и бесшумные. У нас все кондуктора уже обучились. Мы все проходили в Центре экваликации обучения. Нам будут еще выдаваться дополнительные брошюры насчет методического. Мы будем всех гостей встречать. Я за всех могу своих коллег ответить, что мы все готовы к экспо. Число посетителей выставки по предварительным прогнозам достигнет пяти миллионов человек. Город уже живет в режиме нон-стоп. Повсеместно кипит работа. Где-то завершают дорожный ремонт, где-то освежают уличные разметки и полосы. Большая работа ведется по озеленению столицы. По словам работников «Астана-Зеленстрой», туристов встретит город-сад. На улицах «Астаны» уже высадили больше 20 видов однолетних цветов и 15 видов многолетних. В столице уже расцвели порядка 10 видов декоративных цветущих кустарников. По-особенному эти зеленые композиции смотрятся с высоты птичьего полета. В этом году мы постарались свое искусство, свою фантазию изучать насчет казахский орнамент. В прошлом году было 16 гектаров посадили цветов. В этом году уже гектар добавился. 23-летний ирландец Майкл Джой приехал в Астану из Дублина на мотоцикле. Преодолел больше 10 тысяч километров, проехав через всю Европу. Майкл остановился в одном из хостелов, где мы с ним и познакомились. Это был некий вызов для меня. В один момент я сел на мотоцикл и понял, что либо сейчас, либо никогда. Видишь момент – бери и делай. Увидел десятки городов – это ведь здорово. Астана может любого впечатлить, даже тех, кто многое в жизни повидал. Это архитектура. Она имеет свой неповторимый стиль. А какое здесь небо! Одно удовольствие смотреть на эти закаты. Конечная точка путешествия станет Вьетнам. Майкл намерен проехать еще 25 тысяч километров. Смелый ирландец планирует подольше побыть в Астане и побывать в Экспо-Сити, о котором узнал еще у себя на родине. Выставка возобновляемых источников энергии – это даже само по себе звучит очень круто. Такие направления привлекают. Когда я услышал о теме выставки, я подумал – о, круто было бы, интересно там побывать. Сейчас я здесь и очень хочется посмотреть, что там внутри. Можно сказать, мои мечты осуществляются. Астана – это постоянно растущий город. Ежегодно увеличивается население столицы, количество административных и жилых строений. С удивительной скоростью появляются скверы. Сегодня их 90, а парков 10. Через два года парков будет уже больше 30. Цветущая и местами футуристическая столица Казахстана. На городских скамейках появились даже вот такие зарядные устройства для гаджетов. Я как раз шел по набережной и телефон садился и вспомнил, что вот тут есть такие штуки. Вот присел, зарядил телефон, познакомился с чудесным человеком, сидим беседуем. Астана становится, она уже достаточно, извините, удобная для жизни, удобная для жизни город. Организаторы экспо заявляют – Астана – город для людей. Помимо умных технологий на выставке, гостей и жителей столицы ждут яркие шоу-программы, фестивали и живые концерты. Этим летом в городе выступят «Лим Бискет», «Эраст Рамазоти», «Серри Секондс Ту Марс» и другие звезды мировой и отечественной эстрады. Одними из первых удивлять публику начнут артисты знаменитого цирка «Дю Салей». Они подготовили уникальное шоу, режиссированное специально для Казахстана. Великолепное зрелище включает в себя культурное наследие казахстанского народа, а также будущее человечества. При создании образов для выступлений мы использовали национальные казахские орнаменты, элементы из одеяния золотого человека. Также нас вдохновили звуки дамбры, которые также будут использоваться в программе шоу-представлений. Все меньше дней остается до начала всемирной выставки. В столичном Акимате заявляют, что к началу все готово. Большинство объектов сданы в эксплуатацию. И главное, что все они будут служить городу и гражданам всего Казахстана долгие годы после окончания выставки. Новые сооружения рассчитаны на будущее. У любого города должна быть своя визитная карточка. Одной из таких в Астане может стать вот это колесо обозрения. Его обещают запустить меньше, чем через месяц, но уже сейчас оно приковывает взгляды горожан и туристов. Колесо станет не просто одним из символов Астаны, но и олицетворением динамично развивающегося и современного города. Марат Токмагамбет, Аблайхан, Сиэльбек и Аманжол Байгазин. Житакун. И последнее. Сегодня в Казахстане отмечают День государственных символов. И к четвертьвековому рубежу с того момента, когда страна официально утвердила собственную символику своего суверенитета, ее авторы и дизайнеры приготовили особый подарок. Обо всем по порядку расскажут мои коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok